Тут не важно, богатый ты, дружишь ты с принцем, сыном короля, или являешься родственником принцессы, у тебя есть какие-то семейные отношения с премьер-министром. Да плевать, вообще, никого это не волнует. Ты пойдешь и как обычный человек будешь пересдавать. Снова будешь проходить теорию, снова будешь проходить практический экзамен. Понимаете, вот что произойдет. Тут не важно, богатый ты, дружишь ты с принцем, сыном короля, или являешься родственником принцессы, у тебя есть какие-то семейные отношения с премьер-министром. Да плевать, вообще, никого это не волнует. Ты пойдешь и как обычный человек будешь пересдавать. Снова будешь проходить теорию, снова будешь проходить практический экзамен. Понимаете, вот что произойдет. Что это такое, почему я на это акцентирую наше внимание? Смотрите, вот эта вот причина вообще в том, что аят Урана, воистину все сыны Адама ошибаются. Это, я сейчас, может быть, это не аят, может быть, это хадис, я точно сейчас не помню. Но это достоверно. Каждый сын Адама, то есть каждый человек ошибается. Причина в том, что мы, мусульманские страны, мусульманские народы, там, где мы проживаем, мы этот аят, или этот текст священный, мы его знаем, мы в него верим, но мы его применение, как правильно пользоваться, ну, или не знаем, или не делаем этого, зная. А вот шведы, они не верят в этот священный текст, они его не принимают, но они руководствуются им. Парадокс, да. Почему они так делают? Потому что шведы, когда они закладывают проект дороги, правила дорожного движения, что бы это ни было, они закладывают туда ошибку водителя, ошибку человека. Есть здесь специальная такая концепция, она называется нулевая концепция, можете об этом почитать. Это такая шведская, вообще разработана в Швеции. Так, на всякий случай, для справки, Швеция является лидером, мировым лидером по безопасности дорожного движения, благодаря вот этой концепции. Это, если сказать простым языком, это нулевая терпимость к смертности. То есть, в Швеции подход такой. Люди не должны умирать в результате происшествий, то есть, дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожного движения, точнее, вообще всё дорожно-транспортное движение должно быть безопасным. Вот такой подход. И у них нет, у них если человек умер, у них нет такого типа, ну, нужно допускать, типа, что это вот некие издержки. Нет, у них подход, что этого быть не должно. И поэтому, когда закладывается проект дороги, автобана любой дороги, шведы, власть Швеции, возлагает на проектировщиков ответственность за то, чтобы они предусматривали ошибки людей. Люди будут ошибаться, говорят им власти. Людей невозможно заставить не ошибаться. Они будут нарушать правила дорожного движения, либо они будут делать это специально, либо они будут это делать случайно, либо это будет просто какая-то оплошность машинальная. Но она будет. И поэтому вы, они говорят, должны предусмотреть эти ошибки и сделать так, чтобы даже совершив эту ошибку, это не привело дорожно-транспортному происшествию. А если это приведет, то не должно, это ДТП не должно повлечь жертвам или серьезных каких-то травмам людей. Понимаете? Это типично исламский подход. Нам говорит Аллах, что каждый сын Адама ошибается. И мы не должны. Ну, это же он ошибся. Если он ошибся, то все, мы к этому не имеем никакого отношения. Нет, мы должны с вами, мы, я имею в виду, я говорю об этом, нам с вами жить дальше, нам с вами строить государство, хотят это наши враги или не хотят, все равно мы к этому придем, иншаллах, с помощью Аллаха мы добьемся и своей независимости, и своей государственности. И нам с вами нужно строить свое государство, и в том числе так, чтобы оно было безопасным. И вот, чтобы у нас не происходили инциденты подобные тому, что произошли, причиной, основной причиной, будет как раз вот этот подход, что мы, наша власть, должна предусматривать, что каждый человек ошибается. Наша власть должна знать, что вот такой, как Томаев, захочет оставить машину. Вот таким образом. И мы должны сделать ему, для него должны сделать это невыгодным. Чтобы он, когда у него выбор станет, так оставить, мне вот здесь машину перекрыть, выезд двум автомобилям. Если я это сейчас сделаю, то мне нет, не скулу сломают, понимаете. Потому что это уже, это бред, это зульм, который произошел, который в дальнейшем может аукнуться очень нехорошо. Вот сейчас вот эти страсти, джаэлистки, они могут привести вообще к ненужным последствиям. Чтобы этого не было, у него должен быть выбор. Я сейчас вот это сделаю, а потом потеряю еще больше времени. Полиция, эти штрафы, пока они там все оформят, а потом, не дай бог, еще отправят на пересдачу. У него вот такая вот должна быть альтернатива этим действиям. Поэтому он должен выбрать, не, чем я сейчас выиграю эти 15 минут, я лучше сейчас найду себе парковку, припаркуюсь. Лучше я опоздаю на 15 минут, чем я потеряю весь день. И когда будут строиться дороги, строятся парковки, что бы это ни было, это должно делаться изначально вот с этим вот принципом. Учитывание того, что люди ошибаются. И мы не можем заставить людей не ошибаться. Но мы можем сделать так, чтобы их ошибки не приводили к фатальным последствиям, к смертям людей, к серьезным травмам этих людей. Или вот к подобным последствиям, когда невежественные люди в народах начинают у друга поливать грязью. Понимаете? В целом, концепция. Так, для справки я вам скажу. Вообще, это так совпало. Я совсем недавно сдавал на шведские права, поэтому я познакомился со всей этой темой, с этой нулевой концепцией и со статистикой. Когда ты сдаешь в Швеции на права, ты очень много, во время изучения теории, ты изучаешь очень много статистических данных. И вот на первый взгляд кажется, зачем они мне, зачем они нужны, я просто хочу водить машину. Но эти знания дают тебе, это изучение дают тебе знания о том, к чему приводят те или иные действия. Как благоприятно или наоборот влияют те или иные действия твои, или наоборот бездействия властей и так далее. И вот по статистике Швеция является лидером по безопасности дорожного движения. И добилась этого Швеция благодаря вот этому подходу. И это факт. Это не тот вопрос, которому вы можете сказать, можете поспорить об этом. Вы не можете, потому что это факт. Но как только Швеция внедрила вот эту вот нулевую концепцию, как только они стали проектировать дороги и вообще все развязки, все-все-все, закладывая туда ошибку людей, предусматривая ее, делая так, чтобы эта ошибка не привела к серьезным последствиям, Швеции в год меньше всего в мире, представьте себе, в мире меньше всего здесь погибает людей в ДТП, травмируются людей в ДТП. Поэтому это один, да, один такой сегмент применения вот этого правила, когда исламского, кстати, вот правила, что каждый сын Адама ошибается. Это парадокс, что мусульмане, верующие в этот текст, не применяют его, а шведы, не верующие в этот текст, не верующие в то, что это священный текст, что это от Аллаха, но они руководствуются этим. Применяют, не трябят, и это дает результат. Вот мы должны то же самое делать. Мы должны, мы должны любую ситуацию, которая может возникнуть в результате ошибки человека, мы должны ее предусмотреть, возложить ответственность на себя, как на власть, и сделать так, чтобы эта ошибка, когда он ее совершит, она не привела к вот таким вот плачевным последствиям. Надеюсь, мне удалось донести до вас свою мысль, я очень долго об этом говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok